Ночь длинных огней в Нижнем Новгороде. Сегодня в городе случился ряд явно заказных, сделанных для устрашения поджогов автомобилей. Жертвы, ритуальная контора и предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Сначала предприниматель. Сегодня ночью у него сожгли 4 автомобиля. Причем находились они по разным адресам. Три были в одном месте, один в другом, но сожгли их все одновременно. Я с просоединяем не понял сначала. В огонь выглядываю. Огонь пожарный уже. Быстрее выбежал на улицу. Здесь уже все горит. Пожарники уже приехали. Пока мы здесь пожар тушили, и своими силами, с пожарниками, позвонили с Канавина, сказали, что у нас там в Канавине еще одна машина загорелась. У нас получается, что три машины сгорели здесь, одна машина сгорела в Канавинском районе. У нас дал уже эксперт заключение, что это поджег, все машины подожгли одновременно. Мне кажется, просто облили их чем-то очень сильно. Много бензина налили, и моментально все сгорело. Я так понимаю, что горючую смесь залили в печку, и уже с печки пошло возгорание. Как видите, в случае с Ауди, там разбили стекло, и кинули какую-то бутылку. Она выиграла неполностью. Эти машины вообще все выиграли дотла. Эти эвакуаторы, они восстановлению больше не подлежат. Эту, понятно, уже не восстановить. И Ауди тоже не восстановить. Мы остались без машины. У меня есть малолетний ребенок, который мы возим. У моей сестры, которая собственница этого автомобиля, тоже есть малолетний ребенок. Детские кресла, документы. Все сгорело. Абсолютно все. Я думаю, что это работает именно организованное преступное сообщество, потому что сделано профессионально, быстро, сразу в разных адресах. Я так понимаю, что 90-е вернулись у нас. Люди готовились и нанесли удар сразу в нескольких районах города. То есть это организованная группа. Я думаю, что это на фоне бизнес-конфликта. Возможно, связано с эвакуаторами или еще с чем-то. Я занимаюсь грузоперевозками уже больше 9 лет. Может быть, там где-то перешли дорогу. Мы очень сильно боимся всей семьей. У нас и дом мог бы сгореть. Вообще все, что угодно могло бы случиться. Благо, забор железный удержал. Так вообще было бы караул. Если дом сгорел, это ужас. Есть люди, которых я могу подозревать. Мы написали заявление в органы полиции. Собственно, два этих дела, я так понимаю, объединят в одно дело. У органов полиции уже есть имена возможных участников, то есть возможных заказчиков этого всего дела. И сегодня же ночью в Тозаводском районе были подождены автомобили ритуальной службы. Эвакуаторщики и ритуальщики между собой не связаны, но как-то так совпало, что в одну ночь случилось сразу два поджога. То, что это был именно поджог во втором случае, в случае с ритуальными службами, нам подтвердили в управлении МЧС. Тут были МЧСники, тут были пожарные, тут были все. То есть тут столько народу было. И сразу все это залили, все убрали. Я проснулась от каких-то взрывов. Какие-то были взрывы. И народу много было, и все. Я пошла крафт на работу, то есть как бы здесь только был мусор. Что, как, чего, еще никто ничего не знает. Подожглили, или они сами там что-то. Там две стояло рядышком, как я, насколько я знаю, все. Кстати, как сообщили нам в пресс-службе ГУВД Нижегородской области, по обоим этим случаям возбуждены уголовные дела и ищутся поджигатели, устроившие поджоги.